привет всем мы на канале чистая деревня сегодня мы в гостях сибиряков мы готовим плов вот у нас лечо сейчас поджарится мяско в печке и мы его выложим вот сюда вытащили мясо потому что лук бы тяжело перемешивался вместе с мясом почти готовым у меня есть вопрос мясо мы будем делать маленькие кусочки каждый старец у нас будет сегодня такой мужицкий сибирский это александр мой родной брат у него нужно разрешение на съемку спрашивать он приехал вот из москвы про которого я говорила и помогает сейчас сделать теплицу которую мы покажем позже я его за это ненавижу конечно но сделаю вид на камеру что очень люблю наш отряд рабочих передавай привет пашиным подписчикам века порабатывает брусья отработанным маслом от всяких бактерий жучков паучков для будущей теплицы да и все это производится для будущей теплицы который будет стоять где-то вот здесь рядом вот с этим каркасом наверно ну да примерно вот в этом месте где-то ага вот и и и и и и и Перец черный молотый, все на глаз делаем, все всегда получается супер вкусно, поэтому и смесь перцев, смесь разных перцев. Добавляем приправу для плова и помешиваем, запах плова уже появился. Можешь попробовать на мягкость, а ну в принципе с рисом дойдет. Так, сейчас мы добавляем мяско обратно, представляете каждому на тарелочку по такому вкусману, там у плова не захочешь никакого. И так вот. Добавляем на тарелку. Добавляем на тарелку. Передаем привет из Наташи Серемоновой. Сейчас самый ответственный момент, это соль. солен на шло, тоже на глаз. Не знаю, как мы будем писать рецепт, потому что у нас все на глаз. Рецепт плова, на глаз. Потому что мама профессиана. Вставляем несколько листиков лаврового листа и сушеный укроп, кстати свой, который мы заготавливали еще прошлым летом. Можно прям побольше укропчик, вкусненький. И добавляем водичку. Разровняй рис ровненько, чтобы он был ровненько. Все, теперь тишина. Да, было бы, кстати, симпатично, если бы прям целую головку такую, как мы из Сибири, да? Да. Поэтому мама почистила маленькими головками чесночок. И вот вставляем. Пока я здесь, сейчас Виктория приведет небольшую экскурсию по участку. Покажет, что и где растет, что и как стоит и все такое прочее. А самое главное, узнаете, какие растения здесь растут. Мы находимся на заднем участке двора. Малинка. Это второй участок. Там сейчас располагается малинка вкусненькая. И, собственно, вот мы на самом главном участке находимся. Малинка. Какой сорт? Какой сорт малинки? Карамелька. Очень крупная, сладкая. Также у нас есть оранжевая малина. Малинка. Мне она больше всего нравится. Самая сладкая. Мама, может быть, мне поможет. Здесь вот у нас рядочками высажены различные яблони до 20 штук. Да? 18 яблон, слива, груша и абрикос. Это кто-то, видимо, посадили. Крыжовничек вот. Итак, а сейчас мы находимся возле будущей теплицы. Как раз сейчас папа с Сашей занимаются ее установкой, а я, как вы видели, промазываю брусья отработкой. Здесь у нас клубника, но клубника у нас так себе, к сожалению. Ну, она, в принципе, хорошая осталась. Хорошая, но ее пока очень мало. Да, и не успеваем за ней ухаживать, поэтому... Вот теплица номер один. Самая первая теплица, которая у нас появилась. Здесь уже проросла редисочка. Жара, да? Ну, брат, 40 есть, может, 35. Ты думаешь? Папа вам расскажет про свои деревья, какие у него самые лучшие яблони, какие ему больше нравятся. Какие, Паша, папа? Ой, явно не все хорошие. Названия какие? Это абрикос. Так, пойдем за папой. Белый налив. Вот это вот, китайка желтая, желтая гранитка. Так, вот этот тоже белый налив. Ну, давай топ, твой самый любимый сорт. Вот это будет. Это груша лада. Груша лада. А яблони? Яблони. Белый налив? Яблони все хорошие. Поверим на слово. Пойдемте дальше. Там сейчас Саша раскрывает, как он называется правильно? Поликарбонат. Поликарбонат для теплицы, собственно. Это дом. Он у нас на сваях, можно обратить внимание. Входная группа дома. Такая вот лестница, моя любимая. Первой на этом участке появилась вот эта бытовка. Делали ее своими силами. Сирень распускается, почечки. Какая красота. Я прям радуюсь, не могу радоваться. Общая площадь сейчас по 37 соток. Я думаю, что это на одну семью, возможно, с перебором. Потому что сейчас на втором участке задействована не только малина. И то здесь видно, сколько пустует земля. Но в будущем, конечно, все это расстроится какими-то загонами для животных. Сарайками, так скажем. Поэтому вот так. Сейчас мы подобрались к калитке. Также вот мама отработкой покрывает туалет. Музыка. 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 Сегодня мы обедаем овощами, нашими помидорками закрытыми и пловом, который, собственно, мы сейчас готовили. Так, мама, расскажи, какие размеры у теплицы? Теплица 3х8. Так, что собираетесь здесь выращивать или для чего вам она? Одна тепличка у нас для культур, которые любят тепло и влагу. Это огурцы, баклажаны и перцы. Помидоры любят, чтобы сухо было и тепло. Поэтому для них другая теплица. Световой день еще не закончился, поэтому мама взялась еще и за малинку. Мама, что ты делаешь? Зачем это делать? Прореживаю. Прореживаешь? Чтобы у нее воздух был. Слабые вот эти. Убираем. Низенькие. Низенькие. Оставляем сильные только, чтобы дышали кусты. Кусты дышали, было проветриваемые. Вот такой он модный секатор. Да. Как он в Финланд. Так, вот этот рядок у нас еще не прореженный, а вот этот уже проредили. Вот такая вот красота и будущая вкуснятина. И тут еще рядить и рядить. Ну что, Саша, к концу близится сборка каркаса? Конечно. Заборка, профессионал. Всем пока-пока.